Добрый день, уважаемые товарищи, наши друзья и коллеги. Мы искренне рады вас видеть у нас в стране. Тем более, наши встречи проходят накануне дня рождения Владимира Ильича Олегина. Сегодня у нас в одном из лучших театров «Большой вечер» с музыкальной и литературной композицией. Завтра приглашаем вас у нас в один часов на Красной площади. Будет возложение литков, цветов, будет такое торжественное праздничное шествие. Будут участвовать в этом депутаты нашей фракции, гости со многих регионов страны. Фактически все, без исключения от Тихого океана до Балтийского и Черного моря, наши партийные комитеты, народно-патриотические силы будут отмечать дату рождения одного из крупнейших и гениальных политиков мира, человека, который закладывал основы Советского Союза государства. Я очень рад, что вы проводите эту рабочую встречу у нас в стране. Мы с абсолютным большинством здесь присутствующих встречались, были на различных международных формах. Но мы все постараемся сделать, чтобы и нынешние рабочие встречи, и те комплексные мероприятия, которые мы наметили, посвященные столетию Великого октября, прошли дружно и организованно. Любые ваши предложения, направленные на это, будут максимально поддержаны, изучены и учтены нашим оргкомитетом юбилейным, который создан у нас, и который вошло 87 человек наиболее талантливых политиков, ученых, представителей всех регионов, и мы к этой дате готовимся особо. Особо в силу того, что современный мир переживает третий системный кризис. Я специально готовил записку о 12 кризисах капитализма для президента Путина и нашего правительства. Особо подчеркнул, что последние два системных кризиса капитализма закончились двумя мировыми войнами. В своем эпицентре этих войн оказалась наша страна. В ходе Первой мировой войны сгорело четыре империи – российская, австро-венгерская, германская и оттаманская. И восстановлена была наша страна на основе иной идеи, иной идеологии, усилиями Ленина и партии-большевиков. В этой связи Ленин играет исключительно важную роль не только в создании нового советского союзного государства, но и в формировании его всей политики. Я очень внимательно изучал работы Ленина. Будучи студентом университета, я в свое время преподавал высшую математику и философию в университете. Затем изучал, когда учился в аспирантуре и академии. И теперь, глядя на все происходящее, соизмеряем свою политику, свои действия с марсизмом, ленинизмом и уникальным опытом и советской эпохи, и великолепных преобразований и модернизаций, которые осуществляет сегодня Китайская Народная Республика, наши друзья во Вьетнаме, целый миллион других стран. И у нас есть с вами все основания для того, чтобы оттолкнуться от той советской эпохи, модернизация которой привела к изменению и характера всего мира. Но вся нелегкая состоит в том, что мы попали снова в системный кризис. Начался он в Уолл-стрите, в главной цитадели американского империализма. И в результате в яму этого кризиса порвалились почти 200 стран. У нас спад производства за последние 4 года минус 8% ВВП. И в этом отношении обстановка продолжает осложняться. А если учесть, что рядом подожгли провокаторы и те, кто не желает нам мира и добра, по сути дела, гражданскую войну на Украине и террористическую войну на Ближнем Востоке, эта угроза фактически касается всех без исключения. В этой связи хотел напомнить вам, что Ленин в 25 лет засел за уникальную работу о развитии капитализма в России. Он изучил и пролопатил 500 источников и пришел к выводу, что капитализм в России периферийный, что он вмонтирован в глобальную систему капитализма в качестве сырьевого и отсталого иоидера, и что неизбежен передел мировых рынков, в котором опоздала Германия. И в результате разразится мировая война, в которую втянут и Россию за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка, в которой никакого смысла не было участия. А втяну войну не справятся с поставленными задачами, и в результате уничтожили, разрушили крупнейшие в мире государства. Кстати, царизм и буржуазный помещий и строй привел к тому, что на обломках Российской империи сформировалось 47 квазонациональных государств. 47! И лишь политика Ленина, в основе которой лежал труд, справедливость, равенство и дружба народов, позволило собрать распавшееся государство в новой форме, в форме Союза Советских Социалистических Республик. Впервые в истории человечества за пять лет ни капитала, деньги, а труд стал управлять, ни насилие, война, а дружба народов была на знамени, ни унижение, нищета и раскол, а равенство и возможность каждому человеку реализовать свои способности. Вдумайтесь, за 20 лет страна увеличила потенциал в 70 раз. Полумертвая, распавшаяся страна поднялась в форме Советского Союза и сумела к 41-му году, к началу войны, иметь потрясающий потенциал войти в тройку самых сильных и могучих держав планет. Несмотря на фашизм, на варварство, на угрозы, на попытки провокации, тем не менее справились с этой исторической задачей. У меня вышла небольшая брошюра, у вас она будет, подвиг социализма. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели. За 20 лет средние темпы экономического развития составили почти 16%. Ничего похожего в истории не было. Полуграмотная страна превратилась в одну из самых читающих, образованных, с великолепной системой социальной гарантии и защиты, с очень достойным, патриотичным и храбрым молодым населением. И это предопределило наш общий успех в борьбе с фашизмом. Я хочу напомнить, сегодня в воздухе пахнет новой большой войной. И от этого никто не скроется ни в одной благополучной стране. Мы все, особенно левые патриотические рабочие силы, это ощущаем сегодня. Ощущаем, что американский глобализм, который попытался реализовать план ПАКС Американо и построить планету по своему проекту, где будут все подчиняться дяде Сэму и доллару, он провалился. Тот мир, который создавали последние 50-60 лет, на основе доллара, своих законов и насилия, на мой взгляд, доживает последние годы. Глобализации по-американски не получилось. Не удалось реализовать. Отсюда они нервничают, отсюда и выборы, которые вы видели в последнее время в Америке, во многом эти выборы спроектированы на Францию, где скорее все напоминает склоку, а не серьезное рассмотрение очень важных конструктивных программ. Да и у нас в стране тот либеральный капитализм, который они решили построить по американским лекалам во главе с МВФ, тоже эксперимент провалился. Фактически сейчас стоим снова у развилки, выбирая свой путь развития. В этой связи на левых рабочих силах снова лежит исторически ответственность. Убережем ли мы мир от новых скатываний в большой бойни, или сумеем обуздать агрессивные силы фашизма, либерального фашизма, который сегодня, видя, что почва уходит из-под ног, все больше занимается политикой авантюризма и военных провокаций. ИНИХИЛы, Талибаны и им подобные, все это создание американских царушников. Может быть мне проще говорить об этом. Я был во всех горячих точках. Я служил в Советской Армии, являюсь полковником Советской Армии. Я служил в разведке по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Я участвовал в испытании всех видов современного разрушительного оружия и своими глазами видел, чем это заканчивается. Не дай бог, если это будет использовано против человечества, но сегодня международные нормы, которые вырабатывались после войны, по сути дела, перечеркнуты. Сегодня он и Совет Безопасности скорее констатируют происходящее, нежели упреждает. Сегодня терроризм начинает бесчинствовать не только на Ближнем Востоке, но и еще недавно внешне благополучной Европе. Сегодня либеральный фашизм в России снова поднял забравок. Для нас сейчас наиболее важной и главной опасностью является союз компрадорской олигархии и гигантских капиталов. А у нас в стране 1% богатых захватили 90% национального богатства. Такого расслоения нет ни в одной стране Африки. 1% самых богатых захватили 90% национального богатства и не хотят платить нормальные налоги. Из 20 ведущих стран только у нас плоская шкала налогообложения. Они платят олигархи столько же, сколько полунищий учитель, врач или рабочий. Абсолютно недостойная политика. С другой стороны, союз компрадорской олигархии, он складывается с антисоветской Жириновщиной. У нас Жириновский на ведущих каналах получил за последнее время 50 часов эфира. Ни одна другая партия, включая «Единая Россия», не имеет такого эфира. Озлобленный антисоветский спич и выступления следуют одним за другим. Вчера они совершили еще одну провокацию. Три депутата из партии «Власть Единой России» и депутаты из ЛДПР Жириновцы выступили с инициативой уничтожить Мавзарей Ленина, раскопать могилу основателя советского государства. И это делается накануне дня рождения Ленина в год столетия Великого Октября. Мы оценили это как вопиющую провокацию, имеющую самые тяжелые последствия. Слово сказать, трагедия на Украине начиналась ровно с этого. В центре Киева на Крещатике стоял великолепный памятник Ленину. Он открывал выставку СССР накануне Второй мировой войны, она была в Америке. Под флагом Ленина проводилось, демонстрировалось уникальное достижение великой советской страны за 20 лет. Так вот, этот памятник после освобождения от фашиста Украины, она вся была под властью Еклеровцу. Был восстановлен в центре Киева и на нем были выигрываны выдающиеся пророческие слова Ленина. Вслушайтесь в эти слова. Только в союзе с рабочими крестьянами России Украина может быть свободной и независимой. В противном случае об этом не может быть и речь. И мы сегодня видим Украину, которая имела 50 миллионов населения, добывала 50, получала из общесоюзного котла 50 миллионов тонн нефти, производила 50 миллионов тонн зерна, имела все виды суперсовременной промышленности, авиационной, ракетной, машиностроительной, обладала блестяще организованным, хорошим хозяйством. Она имела полную возможность создать самостоятельное, суверенное, достойное в дружбе с соседями государства. Оно превратилось в разваливающуюся полуколонию американскую, где бесчинствуют нацисты и бандеровцы. А бандеровцы были самой злобной частью фашизма. Они расстреливали, уничтожали сотни тысяч людей, выступая в роли карателей. Сегодня задают тонн. Вот последствия политики антисоветизма и русофобии. Мы сделали это заключение давно, и в своих программных документах, в своей программе «День шагов до жизни». Наша партия за последние годы, несмотря на трудности и проблемы, укрепила свои позиции. Мы серьезно молодили руководство. У нас ключевыми направлениями руководят сегодня международные политики. Калашников – один из влиятельных политиков, который возглавляет крупнейший комитет в Госдуме по делам союзных наших республик бывших, друзей, с главной идеей – максимально восстановить все виды связей и возродить порушенные. Идеологией занимается Новиков Майзам, молодой ученый, талантливый, способный руководитель. В эту минуту он выступает в Государственной Думе с приветствием в связи с днем рождения Ленина. Кадровой политикой занимается Афонин. Ему все 40 лет подготовили. Молодежный лист, он вами один из лучших молодых ученых и специалистов, блестяще знающих Ленина, знающих его учения и готовящих молодое поколение. Мы создали специальный институт подготовки молодых кадров, поставили задачу к съезду. У нас в конце мая будет очередной отчетно-выборный съезд подготовить тысячу молодых людей. Уже подготовили около 700 способных ребят вести наше общее дело далее. Мы создали депутатские группы и вертикаль по всей стране. 11 тысяч депутатов проводят нашу общую линию и общую политику. Мы провели закон о народных предприятиях. Это основа социалистического хозяйства. И эти народные предприятия оказались даже в условиях кризиса лучшими в стране. Там прекрасная зарплата, хорошая социалка. Рядом совхоз имени Ленина, прямо с Москвой рядом. На сегодня лучшие предприятия в стране, куда едет учиться, в том числе и за рубежа. Наш совхоз Звениговская стал победителем конкурса по производству мясной продукции в Европе, завоевал 25 золотых медалей. Это образцовое хозяйство прекрасной социальной сферы. Мы считаем, что важно молодое поколение учить на примере. Несмотря на трудности, кризис, за вами пойдут при условии, если вы умеете работать и доказать, что вы в интересах трудового народа, рабочего, христианина, учителя, врача, инженера в состоянии реализовать конкретные программы и планы. Мы, например, у нас в стране в советское время был лучший пионерский лагерь, Артек, там отдыхали со всего мира. Мы взяли шерсты над ним три года назад и отстроили его заново. Освоили там 10 миллиардов рублей и в этом году завершим. В этом году там будет отдыхать 38 тысяч детей со всей планеты. В Сочи олимпийскую базу, которую строили, убедили президента Путина там создать лагерь для самых талантливых математиков, физиков, лириков, спортсменов. И там все талантливые дети страны проходят хорошую подготовку. После долгих мучений и раздумий президент Путин подписал указ о моей инициативе о воссоздании детско-юморских организаций во всех учебных заведениях и школах. У нас быстро развивается пионерское движение. И движение связанное с массовым спортом детским. У нас спортивный клуб в этом году стал чемпионом по мини-футболу Москвы, завевал голодные медали. И мы обыграли все олигархические команды. Наши молодые ребята, комсомольцы, коммунисты, пионеры, великолепно выступают. И несмотря на жесткое сопротивление власти, мы показываем и демонстрируем, что идеи Ленина, идеи социализма, идеи справедливости живы и будут неизбежно развиваться. Мы считаем, что наша общая задача готовить к столетию. Все сделать, чтобы с одной стороны показать величие преобразований марсистско-ленинской науки и теории идеологии и практики. Показать, что именно у истоков побед над фашизмом стояли коммунисты и самые влиятельные прогрессивные силы. Они стояли у истоков разгрома колониальных империй и создание подлинного суверенитета. Мы обязаны оттолкнуться от уникальной модернизации китайских коммунистов. За 30 лет, идя реформами Дэн Сиопина, а я писал к столетию, со дня рождения Дэн Сиопина, специальную работу, она была отмечена руководством Китая. Я близко был связан с деятельностью Дзен Цзимина, который учился в нашей стране, хорошо говорил по-русски и пел прекрасно русские песни. К Куцзинь Тау мы подписали совместное соглашение о взаимодействии наших партий и успешно его выполняем. Си Цзинь Пинем, крупнейшим руководителем крупнейшей державы мира, Китайской народной республики, мы познакомились, когда он еще был мэром Шанхая и очень тесно взаимодействием. Два года назад подписали меморандум взаимодействия наших партий. Этот меморандум успешно выполняется. То же самое с нашими вьетнамскими, кубинскими друзьями, друзьями из латиноамериканских стран. Мы считаем для нас это исключительно важно. Мы считаем, что опыт наших друзей и в Азии, и в Европе, и в Латинской Америке заслуживают всяческой поддержки и внимания. Мы участвуем во всех форумах, не претендуя на истину, но одновременно делимся опытом. Моя книга о глобализации и судьбе человечества переведена на все основные мировые языки. Английский, китайский, испанский, французский, арабский. Мы изложили там свой подход к многим проблемам и нам не стыдно за то, как работают наши главные творческие силы. У нас мощный научный потенциал, свой, научный. Единственный Нобелевский лауреат Жерез Алферов, человек, которого признают во всем мире, он присутствует в каждой вашей квартире, в каждом вашем мобильнике, он у нас во Франции работает много лет и недавно прочитал потрясающие три лекции. Впервые в Думе выступал с лекциями Нобелевский лауреат, где первая лекция советские, американские атомные проекты. Они дали 200 новых технологий, что двигает мир и современность. Вторая лекция была власть и наука. Еще никто в мире не провел модернизацию, не вкладывая в науку и образование минимум 7% от валового продукта. Минимум 7%. У нас сейчас в 2-3 раза меньше. И третья лекция была Эйнштейн. Почему социализм? Альберт Эйнштейн эту работу написал в 1949 году, где гений по физике и математике, прямо сказал, без социализма мир утонет в войнах, враждей будет уничтожен. Но когда первый космонавт Юрий Гагарин был над планетой, когда впервые наш соотечественник Алексей Леонов вышел в открытый космос, он доказал, что можно в космосе монтировать узлы, создавать новые космические объекты, можно обживать другие планеты. Тогда человечество, я завершаю свое вступление, в Вашингтоне провело уникальную, уникальную конференцию. Это было в 1966 году. И на этой конференции крупнейшие умы, выдающие государственные деятели приняли решение к концу столетия, на рубеже двухтысячелетий, решить все главные вопросы. Избавить человечество от голода, от болезней, позаботиться о природе, победить преступность, каждого жителя планеты обеспечить жильем. и даже на 99-й год был назначен фейерверк для того, по причине полного уничтожения на земле ядерного оружия. Ну, короче говоря, наступит всеобщий коммунизм. А когда ООН собралась на рубеже двухтысячелетий в внутричном году, то казалось, главными опасностями для человечества на первом месте является бедность и нищета, на втором болезни, на третьем спорченная природа и экология, на девятом был терроризм. Прошло 15 лет и терроризм влез в первую тройку. Ни одна из социальных болезней капитализмом не была вылечена. Можете со мной соглашаться не соглашаться, но я давно пришел к выводу, что капитализм не решит ни одной социальной проблемы человечества. Не решит ни одной. Поэтому наша борьба за социализм, за справедливость, вот, за национально-культурную самобытность, за многообразие мира, она, на мой взгляд, священна. И мы с вами занимаемся исключительно праведным, исключительно достойным делом. Поэтому, готовясь к столетию, я еще раз хочу вас поблагодарить за инициативу провести это торжество у нас. Мы его проведем вместе с вами достойно, учьем все ваши предложения. Проведем очередную рабочую встречу коммунистических и рабочих партий. Проведем в двух столицах, в Ленинграде, Питере и в Москве. Мы предложим вам программу, о ней подробно расскажут наши коллеги, которые включают и политические дискуссии, круглые столы, и марши шести, и великолепную концертную программу, и участие в наших торжествах всех делегаций. К нам собирается приехать примерно 150 делегаций почти из всех стран мира. Мы вместе организуем достойный прием и ваши встречи рабочие, ваши конструктивные предложения, ваши пожелания будут главным залогом успешного проведения этого уникального исторического явления. Нам с вами повезло отмечать 100-летие Великого Октября. Спасибо. Спасибо.